Сегодня мы с вами продолжим уроки, готовые уроки по книге Малахим. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля и спасения заложников, и возвращения раненых и больных. И мы дошли до, ближе к концу уже 16 главы, его обсуждения дома Омри. Я уже говорил, что вот теперь будет следующий порядка полустолетия династия Омри, Ахава и сыновей Ахава. И у него очень интересные подходы, довольно спорные по отношению к дому Омри, как мы еще увидим. Я хочу сразу предупредить, что я не могу сказать, что я полностью согласен с этим подходом. Известно, что есть и другой подход, мы еще к этому вернемся. Но основной корень диспута в том, насколько нужно полагаться на Медраши и Хазаль, на разные Медраши, которые говорили мудрецы Талмуда примерно этого периода времени, вот полутора и больше тысяч лет назад, когда ездите на Фталмуде, несколько слов про... В основном Ахава не про Омри. Про Омри практически ничего не сказано, но про Ахава кое-что говорится. И хотя, как мы позже увидим, и автор это тоже приведет, у Ахава, говорится, нет участия в будущем мире, но при этом есть и несколько Агат, которые вроде Ахава делают гораздо лучше, чем он кажется. На первый взгляд, это был самый худший вообще царей Израиля. Он привел настоящее идолпоклонство в северное государство, он женился на идолпоклоннице Изебель, которая уничтожала пророков. Казалось бы, Ахав, он самый страшный негодяй. И неудивительно, что его засчитывают Мижна, как одного из троих царей, всего троих подсчитывают Мижна, трех царей, у которых нет участия в будущем мире. Яравам, который был зачинщик первый, Ахав и еще один царь из Южного государства, позже будем о нем говорить, Минаша, и то про Минаша там диспут. Так, казалось бы, Ахав это последний негодяй, но автор опишет, что он считает, что Ахав был почти кошерным, и что у него было очень много, на самом деле, больших достоинств. Но при этом, да, он потерял сейчас в будущем мире, от него все-таки то, что сделал невозможно закрыть глаза на то, что он сделал страшные вещи тоже, но что в основном он был на 90%, если можно так выразиться, если бы не его эти отдельные акции, которые привели к большому очень разрушению, то, в общем, он был очень-очень кошерный царь, который имел муссирует нефеш за Сефер Тору и так далее. Я еще к этому вернусь. В чем именно их доказательства, и на чем основаны эти мидроши, по которым кажется, что Ахав был гораздо лучше, чем создается впечатление, когда читаешь только то, что написано в Танахе. И как он еще раз подчеркивает, что мы не можем понимать, без мудрецов Талмуда не можем понимать Танах вообще. Значит, в чем сложность с его подходом? Ну, во-первых, нужно знать, что среди основных комментаторов Танаха, которые напечатаны в микроволок ГДЛОТ, так сказать, на стандартных страницах, ну и вообще самых популярных комментаторов, можно сказать, что меньше половины следует хазаль в большинстве подобных вопросов, и даже многие из них, если приводят хазаль, то приводят как одно из мнений, но и приводят альтернативу тоже. То есть одно дело в отношении халахи, нет сомнений, что мы все следуем хазаль, у нас раввинский иудаизм, так сказать, мы, если вопрос, как соблюдать шаббат, мы только знаем это из хазаль, в этом никакого вопроса нет. Никто не спорит, что из того, что написано такое письменное торе, мы бы не знали многие законы субботы, и тут мы без Талмуда никуда. Но вот в отношении разных агадот, разных легенд о том, что произошло, и в особенности в книгах Навиим и Ктувим, в поздних частях Танаха, там многие комментаторы совершенно спокойно интерпретируют не как хазаль, и считают, что мудрецы Талмуда, они в данном случае просто интерпретаторы, это их мнение, понимаете. Автор, возможно, считал, что либо все, что они интерпретируют, это по традиции, видимо, с горы Синай, или с времен пророков, во всяком случае, либо считал, что у них был такой рухакодыш, что они, так сказать, сами были полупророками в каком-то смысле, да, и поэтому все, что они говорили, абсолютная правда. Или, может, он считал, что даже если это не так, и не всех словам беру охакодыш, но хотя бы он считал, что их авторитет гораздо больше, чем авторитет решением, поэтому полагаемся только на хазаль. Поэтому он почти всегда интерпретирует все как хазаль. Сами слова хазаль иногда требуют отдельной интерпретации, но во всяком случае он, как ИСО, так сказать, как фундамент всех его интерпретаций, это именно слова хазаль. А другие комментаторы, большинство из них, они считали, что вполне можно комментировать и по-другому. Ну вот из стандартных больше всего полагается на Хазаль Раши, но и он иногда приводит альтернативные интерпретации. Радак часто приводит и мнение Хазаль, и интерпретацию, которую считают простым смыслом. Ралбак почти никогда не следует Хазаль, а Барбанель тоже. Вот вам самые, так сказать, известные комментаторы Танаха, времен Ришони, ну а Барбанель, он на границе, он уже, можно сказать, ранее Ахарон. В любом случае, из основных комментаторов на вим и кто вим, как минимум, больше половины скорее приводят свои интерпретации, чем интерпретации Хазаль, особенно если Мидраж выглядит совсем уж натянутым. Вот. Но, опять же, принимать ли Мидраши буквально, это отдельный разговор. Но, по крайней мере, они не считали, что эти Мидраши для нас обязательны, в понимании Танаха. В отличие от автора, который всеми подчеркивает, что только на базе слов Хазаль, включая Мидраши, опять же, он не разделяет между Мидрашами и другими частями Хазаль. Все, что говорят мудрецы Талмуда, для него абсолютно авторитетно. Надо заметить здесь, что и сами мудрецы Талмуда часто спорили. В этом-то весь вопрос. Вот мы обсуждали, например, Давида. Был ли грех у Давида настоящий? В смысле, конечно, какой-то грех был, но на каком уровне? Он действительно имел отношение с чужой женой, или она не была в этот момент замужем, что у нее был гет? Так вот уже во время Талмуда были диспуты на этот счет. Поэтому то, что автор берет и говорит, что вот Хазаль считает так-то и так-то, то нужно знать, что одни Хазаль так считали, а другие по-другому считали. А уж про Ахава и говорить нечего. Если Давид был в основном праведный царь, он, возможно, сделал какие-то ошибки. Кто может избежать ошибок, как сказано у самого Давида в псалмах, да? Жгиот миявин. Но он, во всяком случае, был праведный и хороший царь, из-за него равнялись. А Ахава, без сомнения, был плохим царем. Может быть, как царь, как именно как директор он был неплох, но я имею в виду, как человек, который должен держаться Турой, это основная цель еврейского царя. В этом он был ужасен. Он во всем провалил свою основную цель. Хотя он, может быть, успешен был в отношении физических вещей. С этим никто не спорит, и автор будет приводить. И Омри, и его сына Ахава, они многое добились в отношении, так сказать, бизнеса, там каких-то экономических, может быть, достижений, в том числе и в их время было довольно-таки безопасно, евреи в основном были успешны в войнах и так далее. Но это все ничего не значит для пророка. И в отношении его основном достижении, а именно быть человеком, который приводит людей ко Всевышнему, он сделал обратное. Он увел людей от Всевышнего в сторону его поклонства. Кстати, интересно, одно из следствий этого вопроса, как мы вообще оцениваем царя Ахава, может относиться и сегодня, как относиться к нерелигиозным правителям Израиля. До какой-то степени этот вопрос возникает. И вот в том числе я помню, когда-то, когда только появилось государство Израиль, то с Атмурской Уреби многие раввины говорили, что уж во всяком случае правители не хуже Ахава, уж точно израильские правители не хуже будут, а лучше, чем Ахав. Если уж Ахаву пророки определенное уважение указывали при его жизни, и пророк Ильяху в том числе, как мы увидим, то уж тем более нашим правителям мы должны указывать какое-то уважение. А Атмурской Уреби им отвечал примерно как наш автор. В этом плане у них похожий подход. Что Ахав был гораздо лучше. Что Ахава невозможно сравнить с сегодняшними израильскими правителями. Я не знаю, что Атмурской Уреби сказал про второй храм. Там уж точно были среди них правители ужасные. Такие как Ирод, царь Ирод, хотя его по-английски называют Великий, Херод the Great его называют, Великий Ирод. Но для нас он не был великий. Он много строил действительно, но он был ужасный человек, негодяй самого последнего калибра. И убивал мудрецов, и вообще очень много крови пролил, жуткий был человек. Поэтому я не знаю уж, его-то вряд ли с одной скреби оценивал как позитивного правителя. И тем не менее, его тоже мудрецы показывали ему какую-то долю уважения, как было положено царю. Ну, в любом случае, вот вопрос о том, как оценить Ахава, что касается библейских времен, насколько порог строг к нему. И говорим ли мы, что на самом деле он во многом был и хороший, на самом деле. И даже имел мастер-этнерфиш для сэфер Торы, как опишет автор дальше по одной загадке. Что он готов был воевать ради уважения свитка Торы. Или же он был на самом деле негодяй во всех отношениях. Только имел разве что экономический какой-то успех. Он был сильный человек, без сомнения активный очень, как правитель. Но никакого и близко праведности там и не пахло никакой праведностью. Вот такой вот совершенно разный подход по отношению к Ахаву. Итак, начинаем с того, что автор спрашивает. Вы, конечно, знаете другое название «Десяти колен». Ну да, Шамрон называется царство Шамрона. Столица была в Шамроне. А кто, собственно говоря, сделал столицу в Шамроне? Это как раз Омри. Он купил это место, как здесь описывается, и сделал там столицу. Позже, в самом конце царства Северных Десяти Колен, эта столица падет перед царями Ассирии. И было три года штурм. Три года была осада этого города. Но у нас ничего не осталось в пророках описания этого. В отличие от всего, как он говорит, полтора года описания шторма Иерусалима, которое очень хорошо у нас описано, это будет через сто с чем-то лет, после падения Северного государства падет и Южное. Вот как пал Иерусалим, мы знаем очень хорошо. А как пал Шамрон, мы ничего почти не знаем. Но длилось это вдвое дольше, и тем не менее до нас не дошли никакие кинот, никакие, да, то, что писали тогда пророки, возможно, об этом, уже ничего до нас не дошло про Северное государство, как оно упало. То, что он говорит, что Южное государство пало всего за полтора года, Иерусалим, это, на самом деле, не так очевидно. Возможно, это было два с половиной года, как я, на самом деле, считаю правильно, мне надо дойти. Это связано с тем, как там считались годы, когда мы говорим, что начался штурм Иерусалима в девятом году, правление Циткияху, ну и, соответственно, в девятом году изгнание Его Ахина, то, что описано у Ихэскеля. А потом в одиннадцатом году упал. Имеется ли в виду, годы по Ниссану или по Тишре считались? В зависимости от этого, упал ли Иерусалим через два с половиной года или через полтора года? Ведь точно это было неровные годы. Когда говорится, что два года был штурм, и в девятом-одиннадцатом, это неровные годы, потому что начался штурм зимой, десятого Тевета, как мы знаем, вот это и есть пост, который мы до сих пор справляем. А кончился, соответственно, летом в Тамузы и в Ав, да, в Тамузы разбили стену, в Ав разрушили сам храм в пятый месяц. Вот, поэтому получается, прошло либо полтора года, либо два с половиной. Но вопрос, какой правильный подход? Мне кажется, правильный подход, что прошло два с половиной. Откуда я это доказываю? Из того, что у того же Ихэскеля сказано потом, что вести пришли в Бавилонию в двенадцатый год правления, ну, или изгнание, да, изгнание Ихэхина, изгнание, в том числе, пророка Ихэскеля, в двенадцатый год. Получается, что если это пришли вести через полгода после того, как храм был разрушен, тоже в десятый месяц, кстати, пятая Тевета. Некоторые постились именно в этот день, а не десятого Тевета, когда в вести пришли в Бавилонию. То есть получается, что ровно через три года после начала штурма в Бавилонии узнали полностью о разрушении храма и все детали, которые пришел, привез какой-то вестник. Так вот, мне кажется, маловероятным, что вестнику заняло полтора года, дойти до Бавилонии и все сообщить. Полгода могло занять как-то, тоже долго, но это хоть можно понять. Но полтора года, как считает автор, он действительно в комментариях Ихэске любит, что полтора года заняло. Это, мне кажется, маловероятным. Мне кажется, что они считали, видимо, в правлениях Цикьяху уже потешрей, и поэтому, когда говорится, что было два года, имеется в виду два с половиной года, да, с девятого по одиннадцатый, еще Тишрей не прошел трижды. Поэтому, считается, два года, хотя бы два с половиной. А потом, через полгода после этого, пришли вести в Бавилонию. Но это уже деталь, сколько именно был штурм Ужасалима, два с половиной или полтора. Сейчас я вдаваться в это не хочу. Так вот, Что мы учим из истории с Омри? Начнем с родоначальника этой династии, Омри. Говорит ученик, всего есть пять стихов про него, да, Танах, особенно не пророк Ирмьяху, считается автором нашей книги, да, он особенно не застревает на Омри. Почему, говорит учитель? Говорит ученик, наверное, нечего было рассказать особенно, да, ничего такого интересного не было про Омри, чтобы на нем внимание заострять. Учитель говорит, вообще-то очень многое же произошло, и правительство Омри было очень сильным, и очень много добился он, он был очень важный человек. Просто Ирмьяху ничего из этого не написал, потому что с точки зрения того, что для вечности сохраняются книги Библии, которые евреи будут и через тысячи лет читать, это Ирмьяху не нашел ничего особенно важного, чтобы мы об этом знали. Как уже было сказано, он установил столицу, которая в результате просуществовала века и стала вечной столицей северного государства, Мамлехед Шомрон. И вообще все правительство называлось Мамлехед Омри. Кстати, даже вроде бы нашли в каких-то раскопках, что даже следующую династию, которая уже была не из Омри, все еще называли неевреи. Нашли какую-то надпись, где неевреи называют правителей все еще. То есть Омри был таким великим человеком и таким известным среди неевреев, что по нему называли даже династией Израиля после этого, представляете? В общем, мы мало что знаем о том, какой это был большой человек и сильный, и великий лидер. Скорее всего, он был каким-то генералом до этого, но он не захватил власть, как мы знаем, перерезов предыдущих. Помните, что произошло? Мы уже это обсуждали, что тот человек, который перерезал дом Баши, он сам погиб, или был сожжен, или сам сейчас поджег свой дворец и 7 дней всего проправил. А вот потом было соревнование, и в результате народ присоединился к главному, видимо, генералу, которого все очень уважали, и это был Омри. То есть Омри, получается, он получил власть от народа именно, его выбрали люди и хотели его. Наверное, он же был не молодым к тому времени. Возможно, что он родился еще во время Шлому, и помнил о том былом величии, и хотел восстановить это величие, ну, в физическом хотя бы смысле, да, насчет духовного. Мы не знаем так много. Автор будет считать, опять же, даже Ахава, и тем более, отца Омри. Омри не считается таким грешным, как Ахав, конечно же. Омри не засчитывают как одного из царев, у которого нет участия в будущем мире. Но в любом случае, да, насколько он духовно был успешен, мы не знаем, но автор считает этих людей в основном, что они вели еврейский образ жизни, как мы увидим, и в основном заповедям следовали. Но вот в физическом, без сомнения, он копировал Шлому. То есть автор считает, что и он, и Ахава, его сын, хотели восстановить былое величие вот богатой, сильной страны, которая имеет связи бизнеса по всему миру и так далее. Вот, значит, сначала он, видимо, сделал свою карьеру как генерал армии, и в результате он был выбран царем всеми, и он стал отстраивать землю и устраивать связи с Сидоном. Очень важная нация. Сидон — это там, где сегодняшний Ливан, разумеется. Там до сих пор есть город Сидон, но там сейчас живут арабы, а когда-то там жили финикийцы, так называемые, for nations по-английски. Это была очень успешная нация именно в отношении бизнеса. Они много куда ездили, устраивали колонии в Северной Африке, в том числе плавали, были нация мореплавателей. В общем, было очень важно с ними сделать коммерческую связь, и, соответственно, он поженил своего сына Ахава на дочке царя местного ливанского. Вот, он говорит, я не уверен, все это время были ли какие-то связи с Ливаном, мы знаем, что еще с времен Давида и Шлома были определенные связи с царями в Ливане. Там в основном было два центральных города, Цидон и Цор, Тир и Сидон. Оба города до сих пор существуют. Видите, прошло 3000 лет, и до сих пор эти города существуют. Очень старые города, но сейчас там живут совсем другие люди, говорят на другом языке и так далее, и так далее. Сейчас связь между древними цидоним и сегодняшними ливанцами очень слабая. Может быть, какое-то, конечно, потомков среди них и есть, но культура арабская, и религия, и язык, это все полностью доминирует, поэтому там ничего не осталось от того, что когда-то там было. Но, во всяком случае, Цидоним были очень важные союзники когда-то. Вот Ахав и до него Омри, видимо, начал налаживать с ними связи снова, или, может, связи полностью не прерывались все это время, но сейчас, так сказать, возобновились полной силой. Они там вместе корабли посылали, как будет описано, еще что-то. Значит, главное, он, конечно, как тогда было принято, сделал, а именно, женил своего сына Ахава на дочке царя Цидона. И эта женщина, и Зебель ее звали, она была, говорит, автор не первой женой Ахава, откуда, кстати, он это знает. Позже будет описано, когда следующая династия перережет всех из дома Ахава, что там в том же след будет описано куча детей Ахава. Можно подумать, что это не только дети, а внуки и правнуки тоже к тому времени могли быть. Но он считает, что это буквально все были дети, а такое количество детей не может быть от одной женщины. Поэтому он считает, что Ахава было много жен, но, конечно, и Зебель стала главной его женой, и она больше всем стала заправлять, фактически. Он, похоже, ее слушался в основном. Вот, она очень сильная была женщина тоже. Но при этом он говорит, что люди ее любили. Кстати, откуда мы знаем, что люди ее любили? Это из Медраша взято. Вот еще пример, когда он именно использует Медраж, как он еще приведет, так называемый Пирки-де-Рабелеза. Я еще вернулся назад к этому Медрашу. Откуда взялся этот Медраж? И действительно ли он с времен Рабелеза? И главный вопрос, насколько действительно это так, что так уж любили эту женщину в народе. Так вот, основной вопрос, который спрашивает ученик, конечно, я думаю, многим приходит в этот голову вопрос. А вообще, Тайзебля, она перешла в иудаизм или не перешла? Ахава, он хотя бы формально ее перевел в иудаизм, прежде чем жениться на Гойке? Да, ну или там ее отец, да, договорились с ним, чтобы она перейдет в иудаизм. И говорит на это учитель. Ты, говорит, не первый, конечно, что такое спрашивает, но я тебе скажу, что я уверен. Да, у нас доказательств нет ни в одну, ни в другую сторону. Но, говорит, я уверен абсолютно, что Тайзебля перешла в иудаизм. И вообще, говорит, дом Ахава был кошерный во всех отношениях, кроме вот того, что будет описано. А именно, что Вадия, пророк, был над домом Ахава. Он был, так сказать, главным заправляющим. Как мог пророку Вадия, такой великий человек, быть над этим домом? Наверняка Ахав, значит, был очень богоязный, что его мажгех, так сказать, в его доме, мажгех, кашрут и всех остальных вещей был Вадия. Ну, во-первых, нужно заметить, что хотя Хаза считает, что действительно тот Вадия, который упомянут в доме Ахава, это тот самый, который Вадия, пророк, упомянутый в малых, так называемых, пророках, Триасад. И Бенезра и другие комментаторы с этим не согласны, считают, что два разных человека и в разное время жили. Но Вадия, который был в доме Ахава, в любом случае он был богобоязный, просто вряд ли он был пророком. Но, по крайней мере, мы видим, что какой-то богобоязный человек был в доме Ахава и какую-то важную роль там играл. Окей. Хаза даже говорят, что из-за этого можно было есть в доме Ахава. Мы видим, что праведный царь Юхошафат, похоже, кушал в доме Ахава, а раз так, значит, пища у него была кошерная. То есть, кашруток, по крайней мере, Ахав соблюдал. Опять же, я не знаю, можно ли этим что-то доказать, может, он не все там ел, но Хаза считает, что он на никого у него ел мясо. Уверены в этом. Позже мы видим, что специально какие-то вороны приносили мясо из дома Ахава. Ильяху, когда Ильяху отлучился на долгое время, был далеко от всех. Вот. Опять же, такое впечатление, что, значит, у них мясо было кошерным. Так вот, ученик спрашивает, но ведь выглядит из стихов, что это был полный негодяй. Рашаим Гмурим, да, они полные злодеи были. Как же вы говорите, что он был таким уж праведным? Как это вы так описываете Ахава позитивно? И говорит ему учитель, что вы должны учить все только через Хазаль. И что мы все учим, как обычно, из Талмуда и из мудрецов Талмуда. Так вот, Раби Леезер в свое время, например, говорит в пирке Раби Леезер, что Гмилут Хасадим, доброту, которую делала Изебель, заключалась в том, что когда она слышала, что проходит процессия Хатана и Кала из жениха и невесты, она выходила из дома и им как-то хлопала как-то, радовала их. Значит, видно, что она была такая вот любимец народа, выходила каждый раз обрадовать жениха и невесту. Представляете, если царица сама выходит и их радует так. Поэтому у нее такие заслуги были. Во-первых, пиркида Раби Леезер, многие считают, что написано было не самим Раби Леезером, и гораздо позже, вообще после Хазаль уже этот мидраж. И некоторые из, в том числе, ортодоксальных мудрецов так считают. Это, в принципе, ничему не противоречит. Мы знаем, что есть мидражи, которые, в общем-то, их финальная форма с времен гораздо более поздних. По крайней мере, сам пиркида Раби Леезера упоминает целый ряд Амураев, которые жили намного позже Раби Леезера. Поэтому уж точно этот мидраж формировался в течение столетий. И сказать, что именно там от Раби Леезера, это большой вопрос. Но сейчас это не так важно. В любом случае, есть авторитетный источник, возможно, с времен Хазаль, считает, что у Изебель была вот такая вот заслуга. Вообще-то это там описано в таком интересном формате. Он почему-то автор не стал это приводить, но там вот описано, что поэтому сохранились позже, когда собаки ее съели, когда она погибла во время бунта Ейху, то остались вот ее, так сказать, остатки там рук и ног, что ли, концы. И говорит мидраж, что это потому, что вот они заслужили тем, что она там хлопала этими руками. То есть тоже не так уж ее описывают, тем более, что она любимец народа или что-то вроде. Окей, она что-то хорошее делала, любила, да, любила обрадовать жениха и невесту, повеселиться с ними. По-моему, это не так уж много и не такие уж-то великие достоинства в этом видны. А с другой стороны, то, что мы точно знаем, то, что открыто сказано в Танахе, что она убивала пророков. Ну, автор считает, что это в основном были по политическим причинам. У нее же были свои пророки, Бааля и Ашейры, да, и двопоклонские пророки. Поэтому это было соревнование реальное, поэтому пророки Всевышнего докучали, и она их просто убивала. В целом случае, она была страшный человек, как мы видим. Она позже приведет к смерти соседа Ахава, причем запросто это сделает, даже когда Ахав был не готов убить соседа, чтобы получить его виноградник. Это Изебель запросто это все договорилась, так сказать. все это легко устроило. В общем, я бы сказал, что его подход к Изебели к Ахаву слишком уж мягкий и добрый. Но по отношению вот к Ахаву, он приводит дальше, что согласно Талмуду, Ахав был готов воевать с Сирией из-за свитка Торы. О чем здесь речь идет? Дело в том, что будет описано позже, что царь Сирии потребовал от Ахава, что все говорит, твое мое. Ну, Ахав сначала это понял, как просто требование быть вассалом. Да, когда он сказал, твои жены, мои жены, твои там, все твое имущество мое, твое золото и серебро мое. И Ахав сказал, да, да, согласен. В смысле, я формально признаю, ты главный, я вассал. А потом он ему, когда сказал, что да, действительно, так сказать, пойдем мы будем забирать, тогда Ахав пошел с ним на войну. Простой смысл, как пишут комментаторы, что ничего не изменилось между первым требованием и вторым, просто Ахав не понял сначала, что царь Сирии это понимает буквально. Он думал, что он просто хочет сказать, что ты мой вассал, поэтому все, что принадлежит тебе, принадлежит мне. А потом он говорит, что он и впрямо хочет его ограбить и забрать все, что хочет. И тогда Ахав, он был гордый человек и сильный, и он пошел на войну и был успешный в этой войне. Но Хазаль, говорят, что действительно разница какая между первым требованием и вторым, говорят, что он потом потребовал Сефер Тору от Ахава. И вот Сефер Тору таки Ахав не согласился отдавать. И тогда он пошел на войну. И получается, если принимать эту Агаду буквально, то Ахав действительно очень большой человек, что он такой мусорознешний имел ради свитка Торы. Что он в основном был как бы арадоксальным юреем, кроме тех грехов, которые у него были из-за этого поклонства. А связанные с этим поклонством грехи автор уже объяснял подобное в отношении Шлома и теперь то же самое объясняет, что, разумеется, какая-то разница есть большая между Шломой и Ахавом. Но в общем и в целом Ахав думал, что он следует примерно таким же путям, что так же, как у евреев, которые живут в странах, например, в Ливане тогдашнем, в Цедоне, у них есть свои синагоги, свои места молитвы. То так же, если приезжают родственники его жены в столе, допустим, в Шомрон, почему не построят для них какое-то место поклонения? Поэтому кто знает, поклонялся ли сам Ахав идолу? Может, пророк ему засчитывает поклонение идолу, когда он просто заходил со своим тестем, например, в дом поклонения, который сделали для тестя, который Изебель построила для своего отца, например, или что-нибудь такое. То есть, фактически, он хочет сказать, что, может быть, Ахав на самом деле сам идолу не поклонялся и даже не так уж это и распространял, но это было скорее политический шаг, чтобы задобрить в том числе его родственников из Ливана, например. И еще говорит автор, что если бы действительно Ахав и Изебель были настоящими идолу поклонниками, то их бы тут же выгнали бы. Что на реках Шомроне были, как он говорит, Канаем, люди, так сказать, ревнители веры, которые бы просто их убили или выгнали и уж точно бы не оставили царей-идолу поклонников среди себя. Опять же, мне кажется, это никак не убеждает. Он так считает, что там были Канаем, во-первых, не так просто царя выгнать или наказать. Это фактически человек, по крайней мере, подписывал себе смертный приговор, если бы он попытался рискнуть и убить царя. И не факт, что там были такие уж Канаемы, что они все были ради того, чтобы не было идолу поклонников среди них, готовы на это. Мы позже увидим, что во время Ейху он уничтожил всех поклонников Бааля, там целых дом их был заполнен. Это, может быть, не так уж и много, на весь Израиль целый дом, но, во всяком случае, было достаточно идолу поклонников сильных, и главное, что царь это все продвигал, поэтому так уж просто его выгнать, я не знаю, могли ли евреи, если даже среди них были богобоязные люди в столице, то что они могли реально сделать? Мы знаем позже, что Ейху как раз предпочел сделать публичный поединок с жрецами Бааля, и вот тогда, после этого удалось множество из них убить. Но все равно Ейху потом пришло самому тоже скрываться. И Зебель ему послала послание, все это мы будем читать позже, что если ты отсюда не скроешься, то, ну, она ему не сказала, если не скроешься, но фактически подсказала, что завтра я тебя тоже убью, сделаю с тобой, как ты сделал с ними. И он тогда убежал. В общем, как я сказал, вот подход автора я понимаю вполне, и ему есть, без сомнения, на что положиться, но есть и другой подход. По крайней мере, заключение нашего урока у автора, что хотя, говорит, кажется, что семья Омри была наполовину для Всевышнего, наполовину для этого поклонства, пополам-пополам. Вообще-то, мне кажется, что даже если уж говорить о том, что кажется, то кажется как раз, что она была на 90% отвода зора, и немножко, может быть, что-то у них еврейского было. Ну, по крайней мере, автор говорит, что если кажется, на первый взгляд, что она 50 на 50, но, говорит, на самом деле, хаисод, так сказать, фундамент всего у них был еврейский. И только из-за каких-то там политических причин или там экономических причин и в каких-то еще ситуациях царь Израиля вел себя как идолопоклонник, например, в случае, когда ему нужно было встречаться со своим тестем или с другими царями или еще что-нибудь в этом роде. Но в общем и в целом он был, так сказать, он представлял собой еврея. Но, тем не менее, как мы уже сказали, как автор здесь тоже приводит, конечно, у Ахава нет участия в будущем мире, как говорит Хазаль, поэтому, несмотря на то, что автор считает его гораздо лучше, чем им кажется, но за его грехи он, по крайней мере, поплатился очень дорого. Вообще, из Талмудии мнение, что и у этих людей у всех есть часть будущего мира, даже у Ахава и у Иравама они там тоже находят какие-то подсказки. По крайней мере, без сомнения, Ахав в результате вошел в историю из-за того, что именно у него был большой потенциал и из-за его очень серьезных ошибок, даже по мнению автора, пусть даже в целом он ввелся в основном как еврей, но из-за того, что он сделал и привел этого поклонства в землю Израиля, и в том числе из-за Изэбеля, из-за его жены, которой он слушался, получилось, что он потерял человека в будущем мире, согласно Мишни в трактате Сан-Эдрин. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Урок посвящался для безопасности на земле Израиля, спасение всех заложников, кто жив, и излечения раненых и больных, и чтобы Всевышний послал мир.